От пациентки папиллярная микрокарцинома щитовидной железы, фолликулярный вариант. Т1Н0М0. Гемитерея дектомия справа. Жалоб нет. Искривление позвоночника. Кота сделали спустя год после операции. В 2022 году, ТКД операции и после был сделан только рентген. Рентген без патологий. По крайней мере так его описывали, снимков я не видела. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 30 лет дата исследования 24 мая 2023 года область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, по строениям трехмерной реконструкции, органов грудной клетки легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Справа в С8 кольцеэффекат до 3 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены. Обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Справа в четырех ребре по медиальной лопаточной линии визуализируется участок костя склероза размером 17 на 7 на 7 мм. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердца, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключения в легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина единичного очага остеосклероза в четырех ребре справа, более вероятно эностоз. 25 мая 2023 года КМ.Н. доцент Котов М.А. заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога с легкими нормально все, каких-то патологических очагов там нет. Единственный участок вызывающий вопрос и это четыре ребро справа, в задней его части, да и то там, скорее всего, эностоз, доброкачественное уплотнение костной ткани. Тут имеет смысл посмотреть старый КТ, был ли этот участок раньше и какого размера. На рентгене он толком не виден будет. В положении лежа заметного искривления грудного отдела позвоночника нет, но нужно помнить, что правильно оценивать сколиоз в положении стоя, то есть на рентгене. Вопрос пациентки у меня один вопрос. Если КТ раньше не делалось вовсе? Старых снимков, естественно, нет. Через сколько проверить динамику? В конце года? Ответ. Эм. Эм. Котова эм. А стандартный срок 6 месяцев, а потом раз в год. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok